всем привет продолжаем стройку т-55 модификации 63 года масштабе 31 к 35 от фирмы миниард набор предоставлен магазином я модели за что им отдельное спасибо мы уже тут немножко движемся вперед поэтому будем уже работать непосредственно с нашей внутрянкой ну и дальше уже покупку по ходу действия по ходу пьесы так что далеко не убегайте долго трындеть не буду болтать и будем уже наверно скорее всего этапами что-то показывать может что-то поподробнее там видно будет далеко не убегайте скоро вернусь итак друзья поработала тут с внутрянкой к сожалению пытался это все записать но при монтаже посмотрел то вот так рукой закрыл то еще чем то что я здесь сделал вам это не было бы видно то есть у нас сейчас выглядит внутренностью так приклеил и передний бронелист наклонный то есть у нас это вот дело все вот так вот ажурно и красиво я для наглядности сейчас еще фотографии сделала чтобы получше видно было как-то а мне где-то были рабочие даже фотографии то есть я выложу и отсоединил и тут еще следующий лист то есть вот этот вот наш с погоном башни будущем будет это у нас вот так в принципе если снять башню то частично это все будет видно люк мех воды не буду закрывать но туда единственная свет плохо попадает в реальности это конечно можно как-то повернуть посмотреть будет но для фотографии будет сложновато посмотрю еще как будет вставать крышкой мт о если она будет нормально без сильных зазоров вставать здесь вот она немножко играет этот лист здесь тут он не очень плотно подходит из-за этого я наверно его оставлю несъемным то есть приклеиваю так что это будет некрасиво с такой щели крышку мт о будем смотреть теперь ухожу на паузу там собирать надо катки и все остальное такую мелочь это не очень интересно но вернусь когда что-то будет готово то есть будем работать этапами что-то какой-то этап сделал показал так что далеко не вас не убегаете скоро вернусь а а и Продолжение следует... 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 соответственно возможно она будет глубже входить и держаться лучше нам дана то которая на 63 год как я понял соответственно она немножко не входит я его тоже наверно приклеил собственно как и звездочки тоже теперь дальше ухожу на сборку в этих всяких частей тут люк мех вода и всякая такая мелочь вернусь уже наверно на установке вот этих плит наших под соберу наверно вот эту заднюю часть посмотрим что там будет готова в любом случае вернусь чтобы показать если что-то какие-то проблемы или еще что-то будет здесь я уже вставил стеклышки от наших приборов наблюдения мех вода их надо будет с этой стороны еще покрасить нижней части чем я собственно сейчас и займусь так что далеко не убегайте скоро вернусь итак друзья продолжаю кое-что идут под собрал как вы видите приблизим насколько это возможно вот такая красотень у нас исход отправления здесь столкнулся с одной можно так сказать дилеммой проблемой дело в том что я хочу сделать крышку съемный то есть у нас будет вот так это у нас будет вот так ну защелкивать не буду она защелкивается входит она нормально то есть чтобы у нас не пропали наши труды зазря что мы тут красили внутрянку чтобы и потом было видно мы сделаем съемные вот эту штуку соответственно будет у нас выниматься это будет сниматься это но вся проблема как раз вот в этой штуке и заключается что вот этот наш лист с крышками на 2 доступа к двигателю получается это продолжение вот этой частично то есть вот она петля как раз вот этой плиты она поднимается насколько я понял смотрел вот эти вот тоже открываются на петлях они стоят в общем нам предлагает миниард поставить здесь рамку опвт но она ставится в нахлёст соответственно если ее поставить то вот это уже надо крепить то есть ее уже не снять будет либо крепить рамку к ней но тогда получается здесь она будет болтаться то есть у нас здесь плотно не встает то есть ее нужно намертво к чему-то крепить либо к этой стороне но тогда эту не просунуть либо к этой но здесь будет тогда люфт и дилемма была у меня такая поэтому начал рыться в информации стал искать фотографии египетских сирийских танков на период вот этой войны судного дня в общем сколько я там не смотрел особенно египетские в основном искал потому что буду и красить под египет там этих рамок опвт нету то есть вообще оборудование для преодоления водных преград там нет на танках ну и потом логически домыслив ну в принципе но какие там преграды кроме нилы и советского канала через советский канал они на понтонов перри переправлялись даже пт-76 и бт бтр-50 по он тоже плавающий через понтоны переходили нам просто ну смысла нет спрашивал у друзей говорят что вроде как это рамка она ну довольно легко снималась то есть она там не намертво приваренная то есть демонтировать можно было довольно легко из этого я делаю вывод что в принципе можно сделать без нее дело ваше можете судить меня как хотите может я не прав но я принял решение что в любом случае мне резона нет ее делать иначе вся моя задумка об открываемом пространстве чтобы посмотреть на двигатель или внутренность ну просто исчезает смысл пропадает в этом всем вот так вот теперь займемся гусеницами я тут уже так отделил себе траков посмотреть как они соединяются в принципе соединяются довольно плотно чем нужно сформировать ленту посмотрю можно ли будет ее задать форму и потом снять ее и покрасить отдельно либо придется ее поставить на наш танк и красить уже на нем почему в любом случае нужно сперва собрать показывать это я тоже не буду это очень долгий процесс медитативный ничего здесь сложно не просто тут дольше зачищать чем собирать по сути просто вставляют друг в друга и все за счет того что они заподлицо стоят они довольно плотно держат форму потом пройтись клеем схватились и все 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 дела но траки не рабочие зачем делали рабочую подвеску для меня загадка если траки не рабочие ну ладно дело производителя ухожу на паузу вернусь уже с готовыми траками ну и наверное закончим эту серию так что далеко не убедяйте итак друзья закончилась собирать гусеницы в принципе они не очень сложно собираются единственно тут долго зачищать сами траки что получается 4 питателя подходит с четырех сторон и соответственно их нужно зачищать вот это дольше уходит времени чем на самом деле их собирать собираются они стык в стык вставляются без щелчка но в принципе за счет того что они довольно плотно стоят их можно аккуратно пролить клеем и пока он не схватился можно задать им рельеф я не сделал небольшие такие прорисы может быть где-то по большое излишней на этой гусеницы здесь уже не исправить хотя не тут еще по моему подвижная тут чуть 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 подправить можно да а вот тут с этой стороны здесь уже она капитально стоит такой обвис небольшой сделал может быть это нере не реально потому что на фотографии в основном натянута прям только чуть-чуть касается катков но такая вот прям в натяг но не знаю мне так вот больше нравится такой как бы провисли большой чаще всего такой конечно встречается на подбитых танках но еще не факт что мы не сделаем его подбитым все еще впереди тут у меня отлетели несколько этих штучек которые здесь ребрышки такие стоят я так думаю наверное я их не буду приклеивать обратно ну да не здесь у должно быть вот так одна здесь и еще одна вот тут сделаем вид что их обломила мне так вот даже интереснее выглядит кого-то они их обломили в ходе эксплуатации не знаю приклеить их недолго в принципе еще пока подумаю надо будет немножко здесь получше промять сетку она получит проект промятая было ну в принципе на этом все для этой серии в следующей серии наверно мы покрасим гусеницы покрасим борта вместе с катками потому что если дальше ставить наши над гусеничные полки потом будет тяжело довольно подобраться как самой гусеницы так и пространству которое под полкой лучше это сейчас сделать а потом просто замаскировать при помощи блюда к и пакета закрыть прямо все днище нижнюю часть я думаю так будет удобней ну что ж встретимся уже в следующей серии спасибо всем за внимание следите за новостями ну и до новых встреч пока пока